Родители 3.0. Проект под таким названием реализуется в Чувашии вот уже второй год. Это часть нацпроекта образования. Ключевая задача – комплексная помощь родителям, консультации по вопросам воспитания, развития, образования. Как реализуется проект в Канаше, выясняла Юлия Важенина. По какому вопросу вы к нам обратились? У нас в нашей семье возникла такая проблема – это задержка развития наших детей. У Марии Андреевой двое детей – Арсений и Таисия – двойняшки. Им по 3,5 года. Мама заметила, что дети не так хорошо говорят, как их сверстники. На помощь пришел центр «Азамат». На его базе работает консультационный пункт и здесь занимаются именно с родителями, чтобы помочь им решить проблему. Эта программа действительно нужна, потому что я считаю, что с такими проблемами, как у нас, сталкиваются многие семьи. Но по незнанию своему они пытаются сами решить эту проблему. Но каждый, я думаю, что родитель должен понимать, что знаний-то своих ему недостаточно. Нужно обязательно обращаться к специалистам. За время реализации проекта помощь получили более 2000 семей. Проблемы семьи Андреевых – одна из самых распространенных в центре. В важности и нужности данного проекта не возникает. Никаких сомнений, так как родители могут получить консультацию и онлайн, и по телефону. Многие из них носят профилактический характер. То есть многие проблемы, которые могли бы усугубиться, они решаются на моменте этих обращений. «Азамат» работает только по городу Канаш. Помощь по всему району оказывает Центр образования и комплексного сопровождения детей. Их направление деятельности обширнее. «Специалисты, работающие в городе Канаш от нашего центра, они больше занимаются подготовкой школы приемного родителя. То есть кандидатов, замещающих родителей, будущих приемных родителей, те, которые готовы принять на воспитание в свою семью». Семья Портелли уже состоялась как родители. Они уже вырастили пятерых детей. А сейчас задумались взять под опеку еще одного ребенка. Для этого Антон и Надежда посещают школу приемных родителей. «Психологи все опытные, они нам все дают советы, как нам поступить, может, или как нам вообще быть. Потому что ведь это, в общем-то, не родные дети, это же совсем другое. Это ответственности гораздо больше. И мы, может быть, не знаем, как надо, ну, в общем, с ними общаться и налаживать хороший контакт, как бы нам хотелось». Специалисты центра помогают решить не только одну конкретную проблему. Как правило, они взаимосвязаны. Поэтому семьи остаются в поле зрения и после окончания занятий. Так легче добиться ожидаемого результата. Кстати, услуги центра бесплатные. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Оксана Ильина из Новочубоксарской школы номер 2. Победитель всероссийского мастер-класса учителей родного языка. Очный этап прошел в Москве. В нем приняли участие педагоги образовательных организаций, прошедшие успешно заочное испытание. Оксана Ильина преподает чувашский язык и литературу. Она победила в республиканском конкурсе учителей родного языка 2020 года. Всероссийский мастер-класс проводится с 2007-го. Он направлен на сохранение языков и культур народов России.